14 мая губернатор Тверской области расскажет о плане поэтапного снятия ограничительных мер. Между тем, эксперты предупреждают граждан, ни в коем случае нельзя сразу же забывать про элементарные меры предосторожности. Если мы хотим окончательно победить коронавирус, их лучше соблюдать еще как минимум до конца мая, если не дольше. В последнее время мы делаем много репортажей из медучреждений, в первую очередь рассказывая о тех, кто сегодня находится на передних рубежах борьбы с COVID-19. И сегодня мы решили сделать такой репортаж из областной больницы, где сейчас проходит лечение более 200 человек, заразившихся новым вирусом. О том, как проходит их лечение, нам рассказал главврач Сергей Козлов. Пневмония очень тяжелая, протекает тяжело, тяжело лечится, наверное, еще из-за того, что не разработано то лекарство, которое непосредственно убивает этот вирус. Мы лечим в основном так патогенетически, то есть справляемся с теми последствиями, которые натворил в человеческом организме этот вирус. Напомним, что по данным на 13 мая в Тверской области зафиксированы 942 случая с заболеванием коронавирусом. 10 жителей региона скончались, 417 выздоровели и выписаны из клиник. Для борьбы с этим заболеванием в области развернуто более тысячи коек, из которых занято около половины. Однако в случае неблагоприятного развития ситуации имеется резерв дополнительных мест. За последние сутки зарегистрированы всего 10 новых фактов инфицирования. Это вселяет надежду в то, что пандемия вскоре может пойти на спад. В Верхней Волжье руководством региона предусмотрены шаги по постепенному снятию ограничительных мер. Однако это станет возможным при соблюдении ряда условий, о которых рассказал главный внештатный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский. Снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Второе – это наличие достаточного количества свободных коек в медицинских учреждениях. Коек, которые развернуты специально для больных новой коронавирусной инфекцией. Третье – это увеличение объемов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. И еще одним важнейшим условием скорейшего преодоления пандемии специалисты называют обязательное выполнение гражданами, рекомендованных Роспотребнадзором норм безопасности. Постепенный выход из режима самоизоляции не означает, что надо тут же забыть о всех мерах предосторожности. Людям все так же настоятельно рекомендуют соблюдение дистанции, ношение перчаток, но самое главное – защитных масок. И в первую очередь их обязательно нужно использовать, если вы находитесь в людных местах. Вам идут навстречу люди, которые общаются, дышат, кашляют, чихают. Маска и вас спасет от заражения, потому что когда человек даже разговаривает, у него при разговоре вылетают вот эти миллиарды вот этих вирусов, бактерий, и попадают там все окружающее. При этом эксперты подчеркивают, даже при соблюдении этих рекомендаций коронавирус не уйдет за несколько дней. Стабилизацию эпидемиологической обстановки мы получим не раньше, чем через месяц, а следовательно, нужно и в дальнейшем неукоснительно соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Ведь береженных, как известно, и Бог бережет. Субтитры создавал DimaTorzok